Продолжение следует... 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 У него кто-то даже, вот это, говорю о теле, и то не понимают. Я не могу тебе это дать, что ты никогда не ощущал. Это мое тело, мой храм. Я его хозяин. Я проверяю. Он у меня остался как бы, ну, я объясняю, зависшее такое состояние. Я утром встал сегодня. Встал на молитву и сразу здоров. Я сказал, все, которые мне львоты давали, это по одному помидору, все, уже не надо, это уже не мое. Я уже совершенно нормально встал на эту землю. Хорошо это или плохо, ну, как есть. И на молитве у меня, как мысль сразу, нужно сделать вот так. И когда я на молитве стою, у меня рядом бумага и карандаш, я сразу начинаю записывать. Главную мысль я чертнул здесь, здесь, ты знаешь, что потом я это заполню, скорее, чтобы успеть записать. И положил, дальше домолился. Домолился, а потом сел и стал смотреть, в чем у меня получилось. 3467 стихотворения у меня написано, по 9 куплетов. Ну, может, на 9. 100 тысяч получится. Откуда я 100 тысяч набираю? И еще одно, видите, есть и ни одной помарки. Просто они пишут из чистого листа стихи. До этого не может быть мне поэты говорят, ну, вот так. Ни одной перечворки нет, я просто пишу, и вот так оно и есть. А потом я начинаю размышлять и вижу, что стих совершенно не мой. Настолько он намного выше мое осознание, сознание, таланта, что если бы не подпись, я бы никогда его не признал. Этого не может быть. Ну, 3467 тысяча это стоит. И вот сегодня такое же состояние. Я когда-то записал, я сразу встал на благотворение, Господь открыл. Это мы были не правы. Господь говорит в свое время право, а сейчас надо думать. Я-то все записал, какие мысли. Речь идет об одиноких людях, которые вчера позвонил. Он дал мне толчок мысли этот Андрей. У нас задача, чтобы не проник сюда чужой. Чужой, который, ну, у нас условия какие, чтобы доказало, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. С этим согласен. Ну, а как вы знаете, что он не лжет? Меня все спрашивают. А таких, которые спрашивают, не одна сотня была за эти годы. Ну, я в интернете, все равно по 16 часов. И письма идут мне. А письма в то время, вначале я получал не один, не два, а 1200 письма в год. И на все я отвечал. 1200 конверсов. Тратился, представители, и опыт тоже есть. Никого не допустить. Мы старались это выполнить. И каков раз в результате, скажут, и каков опыт. Мы, скажем, почти на 50% прошли здесь. Были одинокие. И мы проиграли с ними. Есть одинокие, которые живут нормально. Он одинокий Виктор. Одинокая Люба приехала. Женщина и мужчина. Вот образец. Она какую корову держала, не знаю, одно или нет. И овощи, и курицы, и гусей, и нюкок. И там куриц этих шесть пород или больше. Это вот образец женщины. Она одна, я говорю об одинокое. Вот, Виктор один, Володя Трудяга живет рядом. А баба-то рядом. Так, по-другому. Ну, ей уж почти 90 лет. Ясное дело, что он работает. И человек не наше, он даже не в общине находится. Просто так. Ради бабы. Были те, которые имели детей своих и приемных. Сколько у Жатухина было? Семьера было? Нет, седьмой родился здесь. Ну да. Священник, бритон. Законы рукоположены. За русский язык, все. А оказалось, что веры нет у человека. И он сейчас вообще никуда не ходит, ему не надо. Он все назвал лицемерие. Когда я ехал с епископом и Тихим, он говорит, сослужить будешь. Он говорит, а вам нужно лицемерие? Он говорит, у меня лицемерие вам нужно на службу. Да, и Тихим вот у меня своих хватает на ценерах, не надо. И Тихим он верующий. Верующий. И поэтому. Вот. Были такие, которые имели детей, нормальные, а Жили, вспомните, Сашу Муху. Попирает все нравственные законы, достойные смерти по мусульманским, по еврейским законам. И человек проверенный. Когда голосовали за старосту, за него я не голосовал. Вот, Игорь Александрович Барабаш. За него голосовало так, что будет ему потом недружественно. А я голосовал за него. Он сделается самым длитым врагом. Господь показывает, мы ничего не знаем. А разве это возможно так, чтобы верующий был? Да, возможно. Один из учеников Христа был незнаком, даже апостол, три года в этом месте. Господи, а кто он? А не вы спрашивай, он даже не сказал. А там вам в окно кусок, там одному только сказал. И имя ему было не двенадцать лерей сбрал, и один из вас дьявол. Господи, может быть дьявол только в нем? Дьявол, сам он уже стал дьяволом. На это воскресенье, вот это, если будет, тема будет, готовьтесь, объяснение. О поддержимости дьявола. Согласно Библии, согласно святых отцов. Это я просто к месту сказать. Значит, наша проверка дала результат. Но еще, уже на девять, сколько тут домов, где дыма? Зимой где дым идет? Да, по порядку. Батюшка раз, Женя два, Лошкова три, Витя четыре. Люба уехала, четыре. Здесь варабаш раз, плотников два, дальше пропуск, пропуск, пропуск. И доходим, дом стенок, никого больше нету. Три, четыре, три сколько? Семь труб до зимой, так ли, так? Правильно, почти? Двое в стенах. Ну, раз, два, три. Ну, Люба больше не уедет. Люба, она уезжала, она... Больше не уедет. Она, я говорю, зимой, чьи трубы не уедет. О земле. Семь труб, всего. Это еще в некоторых домах одинокие. Ну, это хутар. Деревню назвать уже с большой натяжкой. Это нормальный хутар. Вот мы проезжаем в Латвии, летом, одна усадьба, земли, и дальше ездишь опять усадьбу. Это хутар называется. И живут и нормальные, коленя в поколение так живут. Но у нас другая цель. Я стал смотреть, а где бывает проверка? Проверка бывает везде, во всех странах. И самое большое, секретное документом. А самая-самая большая, там, где супер-3С, совершенно сверхсекретно. И там, и там воровство. Генерал ГКБ Галунин сбежал. Сотрудник, который сейчас самый главный историк считается, Виктор Суворов, Виктор Резун. Его два раза приговорили уже к смерти. Смерти и не могут найти. Который разложил все по счастям, что если бы Гитлер не напал, через ментинь не напал Сталин. У Гитлера выхода не было. И он это все доказывает. Ну, это вообще известная история. И они его не уберегли. Невозможно. Это человек. А у американцев были, которые колбитом перебегали. Филбитом все эти. Да. Высокого-высокого ранга. Обладающих супер-секретными. Ну, муж с женой и атомный секрет вынесли, обоих их казнили в Америке. Казнили. Мужа с женой. Атомная бомба-то сворованная была. Значит, не нам считать, как ни один сотрудник КГБ, ставший священником, говорит, нам их никогда не переплюнуть. Вышли их. Они этим занимаются день и ночь. Я по их ведомству проходил два раза арестован был. И скажу, это действительно так. Люди очень высокого интеллекта. Конечно, я с католиками их не сравниваю. Там самый высокий интеллект. Тоже знаю по опыту. Значит, мы и не могли по-другому. Янград Аусу, по-другому, в командировку оставляет метрофолита, которому более всех доверяют. Возвращается из Добосфора, он загрязненный, пускай захватил власть. Ну, ты злотаус, себя без мир знает. Ты патриарх. Ошибся на сто процентов. И ничего нельзя сделать. Вот в этом моменте, довольна тебе благодать и моей, Господь говорит. Дома жало плоти. А кто жало плоти? А я более всех, это единопременников, единовестов, более всех был гоним. И мне пришла, или дана, даже дерзну, так сказать, мысль о поселении одиноким. А едоки говорят, что ну я не найду себе пару, половинку свою, там называют, невесту, спутницу. Такое, чтобы она была действительно верующим. Я по-настоящему уверовал. Я хожу, он всем пунктам соответствует. Но не соответствует одному. И молодой, мне 25 лет. Я не могу жилиться. Я потом познакомлюсь, узнаю, она такого рода племени, и сама так ведет себя, и надо больше там то, другое. То есть мирская. А ходит в церковь. А потом семинаристы их хватают, и такие матушки получаются. И я свидетели знаю таких. А потом она среди там и крутит, и вертит, с чем не надо. Надо довериться Богу. Помолиться. Я батюшке сказал, сегодня утром. Он три раза, третий раз стал противоречить. Не противоречить, а говорит, ну они не приедут, работать негде. И то, другое, я не стал разговаривать, вижу, что он не созрел. Пройдет час-два, он до нужной кондиции сам дойдет. Но сейчас что, он не идет, видимо, ничего у него нет еще. Не понял до конца. Но сидеть на таком положении, не пользуясь уникальной возможностью, которая сейчас нам Богом дается через Украину, где именно православная Украина, это не то, что Дальний Восток, где там печатают, чтобы никого не выпустить. Пустой. Уже там около, наверное, 10 миллионов людей выехало. Уже они не знают, как... Ну, там китайцы, 70, а то уже сейчас. Вот. С Украиной дело проще. Речь идет, конечно, в расчете о 6 миллионах. Если будет настоящий геноцид, ну, там какой-то... Говорит из них с Юлией Тимошенко вроде бы. Телефонный разговор-то все записывается. И записали. Какой-то один Бор какой-то такой, фамилия его не знаю. Она говорит, а как же вешать? То есть, сказать, обещать ему. Сначала вещайте все, а вешать будем потом. С русскими, наверное, москаляку на геляку. И ученики 10 класса там какой-то прыгают, москаляку на геляку. То есть русских на ветку, на весельцу. У них есть основания, я скажу. Я русский, и я просто не оправдываю никак, но говорю, основания у них есть для этого. Как поступали с ними? А это и на первое место. И Мазефу тут. Все. И Бандеру все припишут. Приписывают. Так что оттуда может быть народов очень много. И те, которые в области есть при разрушенных заводах, они еще пока принимают. Там какие-то продавцы. Но, как раньше, в советское время, принять много они не могут. Нет, заводы все разрушены. Там ничего тоже нет. Один-два. Так что эти люди будут расстрелять, тем более, далее уже до Урала доходят. Бежутся. И мы дадим объявление. Вчера уже дали. Но когда звонят, я говорю только о тех, которые звонят и которые одинокие. Устроить проверку. По всем кунтам Катхи есть и отдельно проверку. Допустим, Мурас жил и приехать. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. В писаном виде. Это ваша задача. Меня здесь нет. Главную роль будете играть. И старосты, вот вы трое, старосты, старковные. Со всеми порядками. Городу не трогать. Женщины и девочки всегда, чтобы были в платках. Всегда в поясе. Ну и остальное все по устаму. Как есть. Распишется. Все это заснять. У батюшки новой видеокамеры есть. Все это заснять. Официально. Это в случае суда будет как официальный документ. Это потребуется. Расписаться. Если будут нарушения, после двух нарушений ты покидаешь. Распишись. И то есть очень уточненно. Я как будто вчера Леша написал очень хорошо. Он говорит, да я списал. Ну списал хорошо. Заявление которое. Он по всем пунктам прошелся и так и написал. Вот так должны писать. Возьмите его за образец. А не так. Я желаю поселиться. Не пью, не курю. Вот. Его брата это совершенно правильно. Чтобы каждый уход своей так написал. Что мне видится здесь. Нужно общежитие. Он приехал мне. Но к семье не поселишь. Общежитие есть где. Пока. Общежитие у нас одно. Это мой саман. Это мой домик. Мой. Я его купил. Вот. Около дьяконы Евгения Ячука. И на той стороне, где был горлов. Женская. Если приезжают девушки. А одной вначале не быть. И вот там я поговорил с Любой. Там с Серапимой. С Нианилой. Девушек я приму. Девушек, женщек. Приму. То есть пожалуйста. В трех местах. Появляется еще двое. Двое. В войну все тянули одни женщины. Женщины все делают. Абсолютно. И на кораблях плавают. И в шахтах работают. И в космос летают. Слабый пол. Она другая наверняка. И говорится. Не только они. А самолет на лету остановят. И в сгоревшую еду войдет. Так что пренебрегать не приходится. А вот теперь пожалуйста. Живут одинаково в согласии. Она рядом. И искать не надо вторую половину. О чем говорили. Молодое поколение. Мы упустили и многое упустили. Ну то есть. Мы делали все как опыт был. Но за это время у меня допустим. Около ста мужчин, ста женщин. Которые звонили. Возраст конечно. Я думаю за 50 лет поставить. Дальше уже нет. За 50 лет уже не принимать никак. Он там уже пенсионный возраст. Он ничего не сделает. Его только кормить надо будет. А до этого времени. Ну еще можно создать семью. Даже 48-49 лет. И жить и работать. Показать. Не рубля помощи. Он должен доказать, что у него есть. Вот мы за границу поехали. Мы должны были представить документ. Что у нас по 2000 евро. На руках. И документ дают такой. Деньги берешь. В кассе там обменял. Здесь точно так же должен быть какой-то документ. Что? Постельная принадлежность. Питание. Вот пока здесь. И в это время думай как строить. И сообщай как ты имеешь. На хозяйство. На дом. Ну на земледеле. На все остальное. Что если ты думаешь серьезно. Ну это самый первый день надо поговорить. Когда ему разрешили приехать. Приехать человек. Если что-то у него не так. Это быстро выявится. Но сидеть вот в этом замкнутом состоянии. Как это человек в кутляре. 23 года уже опыт. Мы бережемся. А уберечься не можем. Это невозможно. А другие приехали без проверки. Тогда проверки-то никакой не было. Были которые уехали. Вы знаете о ком я говорю. Дядя Игнатий говорил. Не слушайте. С кровавыми слезами будете плакать. Время пришло плачет. Знаешь. Мари на Кольщине. В Греции. Мы в ней были. Это ее слова. Которые она написала. Своей рукой в ней в письме. Оставили все. Что приобрели. Если ищите духовное будет. А телесное. В деревне все будет. В этот момент не особенно удачный. Ну. Работа будет. Сразу сказать. Фермер есть. Ему нужна помощь. Нужны пастухи. Бедствуюсь. С пастухами. Начинается. Пожалуйста. То есть. Можно где-то. Здесь даже. А. Ему больше никуда не надо. Зимнее время. Но еще и в городе зарабатывай деньги. Чтоб человек осмотрелся. Но он рядом. Его видно. Отдельно я потом об одном деле скажу. Так. Мы общаемся с городской общиной еще. У нас люди точно так же. Очень трудно к нам попадают. Писал Тепляков. Он с 30 журналистов. Или как-то называется. Он говорит. Попасть в общину Ланкино нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. Кое-где даже труднее. Ну определенное правило. Вера. Вера это великий талант. Данный небом. Это понятно. А космонавтов это. Насколько ему жилье давать, все обговорить. Насколько иное. Чтобы он тут же в объявлении обещал сразу съехать, если будет два нарушения. Вот. Второй вопрос. Как будто простой, но на самом деле он будет скандальный. Я так думаю. Фактически за матушкой четыре дома. Она мне сейчас везде дома засоряет и все. Значит договориться заранее. Я уже тут не участник. С батюшкой, что понравился какой дом, который первый дом. Или который там, где Калашникова были. Или Никитина. Которые были безоговорочно. И никогда туда не заходить. Конечно заплатите все, что она отдала за эти дома. У нее законная добыча. Никак бы ни она этих домиков не было. Он просто разломал, может быть, его и. Ну я просто смотрю, что вперед может быть. А вы знаете, за мешка картошки, там может быть такая гуча где-то. Доброта безгранична. Но еще не по нее, когда шляп под хвост попала. В разнос идет годами. То есть что, веры нет и страха Божи никакого нет. Совершенно. День и ночь бузует, как трактор на огороде. В церковь пришла, через одну минуту уже лежит. Сидит. Я не сужу, просто пах-то говорю. Вот это так. Это так. Теперь, которое объявление дано, надо посмотреть. Еще сейчас зайдем, посмотрим. Для письменного вида батюшка поедет, где оставлять? Где это оставлять? В миграционных пунктах. И отостать, как в прошлом году наше письмо попало прямо в администрацию Медведева Дмитрия Анатольевича, в председатель Совета Министров. Вот такие ответы мне давали, бумагами заварили. Так что мы пошлем очень высоко. Опять. Подготовить. Я об этом сказал, что ущерб, который будет здесь, чтобы он заботился инструмент, чтобы все было свое, как по нашему уставу положено. У меня почти все. Я думаю, что прежде чем дать согласие, надо обсуждать. Еще будет. Все данные его записать заочно. А потом обсудить с теми, кто есть рядом. Хотя бы два человека советника были. Кто вот тот и здесь сидит. Андрюша сказал, что там можно, там все ли, ей на одна пойдет. Нельзя. Потому что то, что мы делаем, коснется всех. Вот. А если его нет, то есть есть совет держать. То, кто участвовал, совет. Не так, что женщина, она не может дать совет, она малоумная. Господь дает такие советы, что ни один воитель не выходит. Если она не пойдет с нами на войну, то и мы не пойдем. Вы знаете о ком? Девора. Боялись пойти на войну без женщины. Пока она не выйдет. Пойдешь, значит, мы знаем, победа обеспечена. Женщина бывает так, что она больше эмоциями, говорится, движется. Это не разум. А вот это как раз то послужило, что вокруг Христа женщины были и служили именем своим. Она умеет плакать лучше. Поэтому она может выплачивать то, что войн разобьется от стенки, я все буду думать, что еще это не хватает. Слез не хватает. Так. Староста деревни. Как ты смотришь на это предложение? Чтобы мы в этом вопросе изменили тактику кардинально. Я согласен, чтобы изменили. Согласен, говорю, чтобы изменили. Но народ, который беженцы, там другая ситуация, которая была на Дальнем Востоке. Там у них что-то свое могло быть, а не кто переезжает. Вы говорили, там виллы, топоры, что с такой необходимое. С Украины там совсем другое. Там все, что на руках унесли, и документы там все пропали. Ничего нет. Они полностью пустые. То есть, что мы можем предложить? Мы не приглашаем, это лишь и о разрешении. Это мы меняем. То есть, если такие люди будут, им надо где-то зацепиться. Зацепиться есть где, но у них больше ничего нет. Значит, надо думать о том вопросе. Ничего нет, но время, допустим, ничего нет, что ты работать будешь. Он скажет, у меня питатель, даже не о чем. Тогда вопрос снятый, не разрешают. Значит, у него ничего нет, он еще не связан. Он в любое время, я не очень поднялся и ушел. Без документов не принимать. Имеющих судимости не принимать. То есть, это четко определенная программа. Навести справки, если недалеко даже съездить, кому-то может быть придется раз узнать, что это человек. Ну и каким-то образом узнать, тот ли он. Даже, может, справка из больницы, что он венерическая болезнь не болеет. И, может быть, от психиатра. Мы по-другому не можем быть. С нас потребовали справки все, когда мы поехали. Не ездим. И что, люди проходят барьер, да, проходят. Триста тысяч. Те, которые желали. Такие деньги платят и откажут, как нам отказали. Назад не возвращаются деньги, заранее обговаривают. Тут никаких нет, он только приехал. Те годы был, один приехал. Фамилия, кажется, Кукушкин был. Еще на вокзале, видно, что уже нетрезвый. Он развернул и назад. Накуренный. Он не знает, куда сунуть. То есть, преграды остаются те же самые, правила те же самые. Но узнав, кто он такой. Вот я, допустим, если бы знал, такая деревня есть, сестроится. Здесь-то нельзя было даже отдыхать. И мне 25 лет, я не женат, я подхожу. Мне бы отказали. Мне хорошо. Я нашел свое общество. Все одинаковые. Понимаю. Библию любят. Христа знают, любят. А мне отказали потому. Но я женюсь только через год. Видите, в прошлом году я бы не поселился. А если нынче это мой премиум, значит, я бы уже поселился. Еще никто не знает, кем я буду, чего. И только по одной причине, что он одинок. А он одинок, потому что серьезно относится к этому делу. Женился на скорую руку, на долгую муку. Я ищу, чтобы она действительно была помощницей, а не просто спутанисой. Спутницей. Вот наш образец. У тебя, жена. У тебя, жена. Работаете. Дети есть. Родственники приезжают. Ни родителям, никому не отказаны. Мало того, даже еще и приезжают. Даже поселяются. Только этот вопрос. Вопрос с матушкой решать надо будет все вместе вам или как-то. Я в этом не участвую. Потому что я испорчу все это. Для меня это настолько неприятно. Вот это, когда у человека больше глаз, и он еще не дает, и все равно пропадает уже одной ногой на той стороне. Я просто не помочь ей здесь. Я начну взрывать и вырывать ее с корнем. Она от расстройства может лишиться остатков ума. Да не будет она расстраиваться. Она говорит, я бы хоть сегодня отдала. Это разговор. Разговор. Это значит, что это разговор. Это значит, чтобы батюшка это подтвердила. Когда будут люди, чтобы ноги туда не ложила. Там люди будут жить полновластные хозяева. Я просто слишком знаю. Поэтому приезжающих я всегда говорю с ней. Никогда не имейте ни денежных, ни деловых. Никаких. Никаких. Она даст и через 5 минут начнет тебя из блоки вытаскивать, если что-то ей не понравится. Я это знаю. То есть совершенно безрассудно. И говорится, а фонарить? Ну как у меня было с этими, с кителями. Многих кителей дал. Почему-то подумала, что ее китель у меня оказался там. Китель. Мой военный-то. А мой китель забрали, ребятишки. Да не брали они. Брали. Ну тогда иди выбирай. У меня висит 70 кителей. Прошла вся. Я его не вижу. Вы его где-то спрятали. Ой-ой-ой. Ну, я уеду, я все запираю. А я окно разобью, в окно залезу. Ну нормальный человек, говорит. А рядом стоит дубина. Ты ее видела? Что она тебе стоит-то? Больше не полезет. То есть меня здесь нет. Я просто дубину около окна поставил. И вот она валерина. Окошко-то узкое, ты не пролезешь. Она будет искать кителя, который мне закрывает помидоры. Который там шинели. Все, я дал, и все там гниет. И дала слово, что не испортит. Все испорчено на 100%. Одеяло, огурцы покрыты, все дожди, все там. Ну зайдите на огород, где Калашников был. Поэтому, зная это, я заранее говорю. Заплатить по полной. Ну, это хорошее дело. Поблагодарить, чтобы она помолилась. И туда не дешал. Никак. С пресвидетелем. Ну, мы должны умно поступать. Опережая события. Вот так может быть. А если это будет какой-то мусульманин или приема, нет. Есть православное население, никаких. Нет. А если это будет баптист, у нас в Стали не оговорена конфессиональная принадлежность. Но если это будет хороший баптист, и то другое, конечно, принят. Это христиане. Но, заранее сказать, на православных и благочестивых обычаев деревня строится. У меня были баптисты молятся. Дети молятся. Руки сложат. А уже через две недели они крестятся, молятся. Родители приезжают. Я говорю, ох, Юрка, ты совсем православный стал. И никто ему не говорил, как молиться. Он увидел на деле, что это церковь. Ему все понравилось. Вот и все. Никому, никогда, нигде, я не давал, что вот это сделай так. Просто я рассказал один раз. Ну, а дальше ты сам смотришь. Могу дать литературу, если пожелаешь. Нам надо больше учиться, чем учить. И учить все абсолютно у всех. Я практически не нашел на земле людей, у которых я почему-то не учился. Даже походя, даже гляну, даже в фильме где-то. Я все слагаю себе и записываю. Откуда опыт? От внимания. Один раз я его слышал, но чашка не споняется. 50 с лишним лет, тысячу людей научил. А другому долблю 50 лет рядом живет, говорит, на груди у меня спит и не может сидеть прямо. Все равно вся залезет туда. Это в человеке. Сарафиму Саровскому говорю, почему ты это смог вот так сделать? А мы не можем, решимости не хватает. Отрезал и на этом все кончено. Отвергись сама в себя. Твоя я, ты бьешься-то за чего? Я-то сказали, тебе не понравилось, меня оскорбили. У тебя христианство не начиналось. Христиане, которые в монастырях, они назначали человека, который бы оскорблял. Проверить, на что я годен. Настатель только глянул, его княжеский сын просится. И он увидел, что в нем. И говорит, а ты послушанием будешь нести, какой я дам? Буду. Я отрекся от всего. Какая должность была? Я помощник губернатора был, сенатора. Образование какое-то, три в университете окончил. А кто отец? Князь. Дай ему лекарство. И он дал ему лекарство. Будешь приветствовать всех, кто заходит в монастырь. И каждого просить, он думает, какое легкое задание. Просить, чтобы помолились о тебе, он думает, вот это мне надо. Но добавляю, помолитесь обо мне, я мясноватый. Представь себе. А он увидел, что он бесноватый. Он живет нормально, никаких признаков, ни пену не спускает. Но в нем играют такие страсти, это бес сидит в нем. Бес, он видел, бес играет на лице. Футбольное поле там у него, она, экрана не отходит. У него там футбольное поле вместо глаз. Это не глаза, а два шара футбольных. И он каждому. Первый проходит, и знакомый оказался. Он глаза зажмурил, чтобы только не узнали. Второй проходит, как сказал, помолитесь обо мне, я бесноватый. Сказать-то никак. А уже три года, когда прошло, и он осознал в себе этот грех, и понял, что беса уже нет, и говорит он как бы вдогонку покоренному, настоятель увидел его и говорит, ты переходишь на другое послушание. Вот давай просить, отставь меня на прежнем. Мне так хорошо, я такое освобождение от беса получил. И никто мне об этом не говорил, а я бесноватый был. Сколько во мне страстей было, я дневливый был. Кто скажет слово, я злопамятный, мстительный был. Любыми путями постарался бы худую молбу разнести и прочее. Все стало на свое место. Это опыт. И Бог знает какое. Мы прошли 23 года все-таки, мы сохранились, знаем друг друга. И вот у меня такая мысль, мысль, пришедшая на молитве. Не знаю, батюшка, расслышал эти слова или ни во что поставил. Ну, если ни во что поставил, думаю, потом он дойдет. Дойдет все. Это, может быть, это главный даже, может быть, приток. И при том приток с дальним прицелом. Тот хотел бы и другой, но тому и другое мешало, и вдруг они соединяются. Это и то, что нужно. Это и для школы, и для работы. Мы упустили много, но по-другому, может быть, было нельзя. Трудно осознавать, что это была наша ошибка. Но думаю, что до времени терпимо было. Но вчера вот этот незнакомый человек меня тронул, и в течение суток Бог меня разбомбил. Я побежал с утра пораньше к брату и сестрой, к батюшке. Так, что скажешь тебе, брат Андрей? Хорошо. Как будто я тоже согласен. Так, справедливо. Значит, что от вас требовать все будет? Такие люди будут. Совет. И, конечно, как всегда, пример. Не всегда может быть удачный наш пример, но пример, который все-таки не потянул нас на дно. Мы все еще на поверхности. Как, сестра Лена? А вот если у него цель только приехать, чтобы женился? Я это просматривал. И вот он уже не цель уехал, забрал? Женился, уехал. Но понимаешь, тут это не в один год делается, и не в один день. А во-вторых, та-то половина приехала именно не только замуж выйти, а жить. А может быть, он на наших девчонок заслужил? Наших нет. Это мы... На глазах это все будет видно. За это время построить, а продать тут практически невозможно. Человек тут приоритет к земле. Человека видно будет. Да, да. Ермак знал, что делал. Начал женить их на аборигент, как здесь. И все. Ну, маленько узкоглазые дети стали рождаться. Ничего, сойдет. Так и делали всегда. Что делал Колумб? Приехал, ну, всем надо... У меня в Испании то-другое. Он приказал, но еще жечь все корабли. Рот разднули. Не построить там такие, назад не уплыть. Да не надо уплывать, работайте здесь. Да как? Да как? Да вон они есть. Да они какие-то черномазые. Других нету. Стали на них жилить. Выбора-то нет никакого. Ну, молотки стали рождаться. Потом креолки пошли. Четвертинки. Вот они такие мексиканцы. Вот такие бразильцы. А это с местным населением. То есть, мы говорим о вере. О вере. У нас сейчас уже просятся люди, которые принимали крещение. Все крое. Сразу. Вот в воскресенье уже могут с батюшкой приехать. Она ждет, когда разродится и когда закончит, где она учится. Еще, но еще был интересный случай. Ну, он так, из области фантастики. Когда мы были во Франции, познакомились с хорошей-хорошей сестрой. Ну, звать ее Жанна, а по-нашему и Анна, Иванна. У нас со мной Ивана была и исчезла, другая. Вот как Лена. Как наши сестры. Как писал этот Макаров Сергей Сергеевич. Что не посмотришь на мужчину, как боярин. А женщина настоящая бояриня. Бояриня статью, поведением, поступь и всем. И вот стали говорить с ней. Она вычисла на третьем курсе филологического факультета Франция. Мать у нее была русская, отец француз. Она готова была переехать в порядке теле, опустая машину съесть. Ну, я поставил ей некоторые условия, если до этого дела дойдет. 23 года ей. Род взята метр восемьдесят, наверное, с чем-то. Может быть, или метр семьдесят восемь. Что-то такое. Ну, короче, выше меня. Примерно как наш брат один, который с нами был. Ну, вот зайдите. Вы видели, наша встреча там, посмотрел. Встреча во Франции. Сидим за столом. Она пригласила священника православного француза Андрея. И беседуем. Вот поговорим. Я сказал, только домой сюда уже никогда не возвращаться. Иначе все деньги пойдут на Кострову. Туда-сюда будешь шмыгать. Это не по интернету. Найдено, хотя знакомство было по интернету и не мы. Я не знаю, кажется, Юля на нее, что ли, первое вышло. Из Правникова. Фамилия-то какая. Может быть, исправлять кого-то будет. А его я даже забыл как-то звать. Ну, что-то православное вроде Георгия, что ли. Ну, что-то такое близкое. То есть, мы не знаем. Если бы вот сейчас узнали мы все, что она приедет в ней. Не так просто. И видно, что и брат расположен. И даже заговорил на какую-то тему такую. Я сказал, будете иметь скорби по плоти. Но каждому доносу твоей лучше жениться, нежели. По тату-то, нежели это устраняется законом. Она уже на третьем курсе филологического факультета. Фактически это учительница. Но преподавать французский язык. Это, конечно, преподавание на очень высоком уровне будет. Это не просто грамота какая-то. Она разговаривает по-русски. Это можно заранее было бы сейчас переговорить с братом. Может, даже сегодня. И с ней начать переговоры. А дальше с учителями. И замужем дают гражданцу. Это все выполнимо. Гражданство так не дают. А когда он здесь и женится, в любом государстве идут навстречу. Но это я просто к слову сказать. То есть об этом в прошлом году начали молиться. Я и в каждой молитве говорю Богу о нашей нужде. И об этом. Если не от Тебя, Господи, раздружь до основания, чтобы ничего здесь не было. Один пустырь был. А если от Тебя, Ты испытал нас, Господи. Ты видишь нашу верность и наше несовершенство. У Тебя так много всего и много добрых людей. Пошли по смеянию нашему. И жду, Господи. И Господь, вот, приоткрывает какие двери. Совершенно неожиданное. И это может только начало быть. А если будет? Я уже хожу, присматриваю, когда улица будет одна, вторая, с какой стороны. Где, где что будет? У Бога это очень просто. В прошлом году мы стояли прямо рядом здесь. Но государство сильно тормознуло. Там разные пушки, сушилки, помощи, новые дома. Восток никак. А здесь этого нет. Они сразу, видишь, пошли до самого Урала уже. А там всего 40, что ли, тысяч. Речь идет о миллионах, говорю. Если только Украина не изменит политику, о какой сегодня много говорят. Но что именно у них там сегодня, мы знаем односторонне. Мы почти не слышим украинской речи, которая с той стороны идет. Поэтому я опираюсь на людей, которые наши верующие. В Донецке она живет, она сектантка, много раз ходила везде. И теперь она пришла в православие, мы с ней, ну, Елена Башкова. И вот. Она все пишет. Я говорю, для вас место здесь готово. Таких примем в любом возрасте. Это люди на 100% искренние, рожденные свыше. Ну, мне все. К этому приглашению можно быть только, ну, расширить, улучшить. А если живут несколько братьев, есть такой фильм «Фарпост». Кто его видел? Видели? Фарпост. Это на границе Молдавии с Румынией. И там монастырь. Монахи, одни братья, 128 человек. Они там 6 или 7 храмов внутри закатали. 400 с лишним детей, беспризорных, парализованных, слепо, глухо, немых. И на все хватает ума. Это логинка была. Его сейчас священника поставили епископом. Мы хотели заехать, но в стороне. Приехать просто дать библиотеки, книги. И сколько вот идут из года в год, они первое место этим фильмом зарабатывают. Первое время. Держат все время. Это именно то. Сказали, а вы могли бы? Конечно, нет. Это кому дано. А вы им не завидуете? Конечно, нет. Я молюсь. Да благословен будет оно Богу. Представь, 450 ребятишек берут брошенных, которые заражены спидом. Никакой надежды. И вдруг объявляют, что все, вещь там не обнаружена. И ребенок причащается. И тут они бегают, и на поле, и как строят. Одни мужчины, сестер всего несколько в женском отделении, там где рядом другое есть. Так у нас это в виде монастырского домика может быть. А монастырь это так и строили. Сергий Радонский приехал один. Прошло время, брат приехал. Удивляться не надо. Опыт был. Но у нас другое. У нас другое. Не изоляция, потому что у нас здесь и электричество, и статус, учителя государственной школы, и школа государственная, и интернет, и иностранный язык, и музыка, и глава администрации края. Тут все приезжают. И прокуратура. Мы не изолированные. Поэтому с этой поправкой мы более уязвимые, может быть, даже. Притом я такое слово употребляю. Мы не догматики. Было бы так. Догматики мы в смысле религиозные. Догмат я его принимаю. Но не так, чтобы мы сказали, чтобы у нас одиноких не было. Вот такая выстрель была. И я ее озвучил. Я сегодня даже... Это я на молитве почти все написал. И тему избрать. Она у меня рождается на молитве. Сколько тем, беседы. Я все прошу у Бога на молитве, как стихи. Ничего нет больше? Так. На душу-то я вас сфотографирую и направлюсь. Да. Так, сейчас поправлю. Поправлюсь. Поправлюсь. Просто поближе стоит. Извините. Потом на авокарде подмещаетесь. Ведь я нас... Господь любит. И у нас... Ну, не единая душа в этом вопросе. Я благодарен Богу, что при желании сказать это я не был поздравлен. Поздравлен чем? Ну, я был противодействующим. Батюшка или занят, он там просит, правую или... Дело в том, что слова батюшки нельзя мимо предупреждать. Он говорит правильно. Вот они приехали сюда, чем будут заниматься. Когда в чашке что-то есть, его обложка не повышает. Мы увидим, само дело покажет на глазах. У нас там набор специальностей, с которыми могут сюда приехать, очень ограничен. Они же звонили с Дальнего Востока, спрашивают, да есть ли есть. Прямо говорят, нас 10 семейств. Мы о вас не знали. Верующая с Украины. И мы тут поселились там-то, 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 там-то. Эх, почему же раньше, что мы о вас не знали? 10 семьями, с пятишками. Они ехали, православные. То есть мы очень слабо о себе забыли. Никак не заявляют. Просто в интернете работаем, и все. И вот объявление дал Сергей парализованный, только сразу ответ. Вот и весь спас. Как? Что? Ну, доказательства какие? Мне уже говорят, где вы были раньше? Почему не говорили? Мы уже дома построили, мы уже три года здесь. Все построились, все уже. Но место такое удаленное слишком, и, ну, то есть не транспорт. Потом у нас, на самом деле, дорога рядом у нас. Мы можем, конечно, будут средствовать, за государством снести хорошее отношение, более, по дорожным отделам. Но хотя бы до переезда, чтобы все эти перекрытия. А до переезда тут уже свободный проход. Вот, перекрыли, просто щаднем покрытие. Господи Божий наш, ты дивно велик. Хвала тебе. Мы просили твое благословение. Благослови нас, Господи, это место, и все приезжающие сюда, и отъезжающие. С кем мы не нашли мира, и их благослови там. Возри на врагов наших, препятствующих делу твоему. Благослови их, и вразуми. И нас помилуй, милости твоей ради. Благослови и найди тех людей, которые желали бы жить среди своих единомерцев. Услыши нашу молитву. Исполни. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.